Уважаемые земляки, у нас в республике продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Мы уже вводили частичные ограничения, но в связи с тем, что мы были аккуратными и пытались обойтись минимальными мерами, к сожалению, это на сегодня не повлияло. Вирус другой, вирус более заразный. Это другие штаммы, уже у нас индийский, британский штамм. И это сильно влияет на ситуацию. На сегодня в республике более трех тысяч коечных мест развернуто, и практически все они уже заняты. У нас заняты все больницы города, то, что мы разворачиваем больничные места в гостиницах, проводим кислород, тоже заняты. И идет ежедневный прирост. Я думаю, что многие из вас знают знакомых, близких родственников, которые уже заболел, и вы сами на себе чувствуете, как ситуация развивается. Также у нас повысилась смертность. На сегодня мы превысили среднероссийский уровень смертности, что, на мой взгляд, является самым главным показателем вообще по ситуации с болезнью и по мерам борьбы и противодействия и распространению. С учетом этого, с 0 часов 27 числа, с суббота на воскресенье, вводятся дополнительные ограничения, более масштабные. У нас фактически закрывается большая часть предприятий, организаций и видов деятельности. Проще сказать, что у нас остается работать. У нас работают предприятия непрерывного цикла, такие как железная дорога, водоканал и другие энергетики, от чьей деятельности зависит в целом жизнедеятельность и страны, и нас с вами. У нас работают банки, магазины мобильной связи, магазины продуктовые и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Строительные магазины и другие магазины могут работать на вынос, исключительно на вынос. Опять же, это не касается магазинов, находящихся в торговых центрах. Торговые центры закрываются полностью. Также закрывается полностью весь общий ПИП. Единственная возможность работать только на вынос. Это не касается общепита в гостиницах для обслуживания проживающих. Гостиницы работают на прием командировочных, а также организованных групп туристов, но при этом организованную группу туристов должны быть все с тестом на руках, тестом ПЦР, отрицательным тестом ПЦР. Иные варианты не допускаются. Повторюсь, только организованная группа. Эти дополнительно все музеи, парки, в общем, все остальное закрывается. Дети до 14 лет на улице без сопровождения взрослых не могут находиться, поскольку дети у нас тоже сейчас много болеют, сильно заражаются. И этот вирус, особенность его в том, что болеют не только дети, но и младенцы, грудные младенцы болеют. И поскольку требовать от детей соблюдения каких-то мер осторожности сложно, поэтому на этот период, на две недели и дети тоже должны сидеть дома. Эти меры у нас с 27 июня до 11 июля. И я бы хотел обратиться сейчас ко всем и сказать о том, что эти две недели – это не время ограничений. Это время нашей с вами гражданской ответственности. Потому что если мы не будем соблюдать эти меры, то мы, к сожалению, не сможем переломить ситуацию. И тогда честные люди, которые будут в полной мере соблюдать ограничения, пострадают. А те, кто будут хитрить, не будут эти меры соблюдать. И за счет этого у нас не улучшится ситуация, то они просто подставят тех, кто будет честен и ответственен. Поэтому я прошу всех отнестись максимально ответственно. Давайте мы эту ситуацию все-таки переломим. У нас уже был с вами позитивный пример. В прошлом году, осенью, когда у нас также была критическая ситуация, мы ввели двухнедельный локдаун. И это, вспомните, позволило нам переломить ситуацию. Тогда все отнеслись ответственно. Да, были посладавшие предприниматели, и мы смотрели меры поддержки. Также и в этот раз у нас будут меры поддержки. Уже тем предприятиям, тем организациям ИП, которые попали под закрытие предыдущего решения, будет выплачена субсидия в размере федерального уровня МРОД на каждого работника с учетом начислений на фонд заработной платы, налогов и отчислений в фонду. Поэтому и по тем организациям, которые сейчас будут попадать под закрытие, мы будем смотреть дополнительные меры поддержки. Мы не оставим наш бизнес без поддержки. Но сейчас главное – это сохранить здоровье и жизнь. У нас перегружены системы здравоохранения. К нам уже приехали на помощь врачи из Калмыкии. Нам с федеральных медицинских учреждений по поручению Минздрава России выделяется дополнительная кадровая помощь. Но, к сожалению, у нас ресурсы ограничены. Нам просто больше негде разворачивать больничные койки. И у нас вопрос в том, чтобы сохранить здоровье и жизнь наших людей, которые, к сожалению, с каждым днем больны все больше. Поэтому большая просьба всем – быть дома, самим, детям, всем. Для того, чтобы ограничить общение, также будут ограничены выезды на Байкал и на другие места отдыха – Щучье, Гусиное озеро и так далее. Это сделано не для того, чтобы кому-то насолить, а для того, чтобы максимально разобщить на эти две недели всех. Я понимаю, что сейчас скажут, вот вы дождались. Когда было холодно, мы работали и ездили. А вот пришло тепло и солнце, и вы нас всех запираете по домам. Ситуация такая, что, к сожалению, иных мер принять невозможно. Только самые жесткие ограничения, и повторюсь это на короткий срок. Но если все эти меры будут соблюдать, они сработают. Вы видите, что полумеры, которыми мы пытались обойтись, которые мы делали, мягкие ограничения, они, к сожалению, не работают. Поэтому прошу всех максимально ответственно отнестись к ситуации. Повторюсь, вот эти две недели не период ограничений. Эти две недели – период нашей с вами гражданской ответственности. Только все вместе, только максимально ответственно подряг этой ситуации, мы сможем ее переломить. Повторюсь, у нас уже есть опыт осени прошлого года. Я уверен, что сейчас он тоже поможет. И скажу больше. У нас нет намерений продлевать ситуацию за 11 июля. В любом случае мы настроены на то, чтобы 11 июля все-таки ограничения смягчать. Потому что либо они дают эффект, дадут эффект, и тогда это причины снимать ограничения. Либо они не дают эффект. И тогда смысл их держать дальше. Но все-таки я надеюсь и очень всех прошу. Эти две недели нам нужны, чтобы спасти жизни людей, здоровье, вашей жизни, ваше здоровье. Ничего-то. Ваши жизни и ваше здоровье. Уважаемые земляки, сидим дома. Никуда не ходим. Детей никуда не пускаем. У нас в городе не будет отключаться горячая вода. Мы продлеваем этот период. Там встанет вопрос потом с ремонтами опять успеем, не успеем к сентябрю. Но сейчас горячая вода в домах будет. Боремся с ковидом. Бережем здоровье. Будем все ответственны. Со всем справимся. Ограничения для прилетающих из других регионов и ограничения между районами в каком формате? Нет ограничений для прилетающих из других регионов и между районами. Просто если прилетающие из других регионов туристы, только организованные группы и только с тестом ПЦР будут приниматься, либо командировочные, но таких у нас немного, других целей поездки, может быть, они и будут, но у нас перемещение внутри страны и между районами на сегодня не ограничивается. У нас есть сегодня два населенных пункта в Закаменске, которые полностью на отдельном контроле, там поставлены блокпосты для того, чтобы ограничивать въезд. При ухудшении ситуации в каких-то населенных пунктах конкретных, также могут в последующем выставляться блокпосты и ограничиваться перемещение, но полного ограничения въезда в республику или перемещения между районами не будет. Особое внимание на Байкал и Коршан. Тут прям вопросов масса. Хочется подробностей про Байкал, допустим. У меня есть свой дом, я хочу туда пригласить своих друзей. Как это будет контролироваться? Как в прошлом году выезд к себе на дачу с подтверждающими документами о том, что это ваша дача, пожалуйста, один хозяин без друзей. Значит, работа гостевых домов на Байкале приостанавливается любого партнера? Организованные группы по заранее проданным путевкам с ПЦР на руках можно. Если это выезд выходного дня, нельзя. То есть туристы, которые купили путевки из других регионов, они могут приехать? С ПЦР на руках. Без ПЦР они приезжают. Сейчас в Минзер-Республике тоже ограничений не будут. Выезжаешь, у меня. Какие-то послабления именно для вакцинированных уже граждан планируются на этот период? Мы сейчас смотрим, какие можно сделать послабления. Но поскольку это в первую очередь касается работы организации предприятий, то там сортировать работник вакцинирован или не вакцинирован не получится. Поэтому в целом пока общий подход. Но это две недели. Поэтому пользуясь случаем, всем лучше вакцинироваться по максимуму. Одной из главных проблем прошлого локдауна было продолжение работы федеральных сетей. Как в этот раз будет решаться? Мы планируем всех на две недели закрыть. И указ президента предусматривает согласование с правительством Российской Федерации по федеральным сетям. Мы такое согласование запросили и надеемся, что мы его получим. Хватит ли силу мобильных групп контролировать абсолютно все сферы? Самое главное, контроль за детьми, которые младше 14 лет, они же во дворах гуляют. Количество мобильных групп существенно увеличивается. Вводится в том числе и муниципальный контроль. Соответственно, с законодательством Республики Бурятия муниципальные органы также наделены правом этого контроля и ведения административного дела производства. Поэтому только по городу Лунде будет дополнительно сформировано 50 мобильных групп силами города. Также по районам будут сформированы дополнительные мобильные группы. То есть контроль будет усилен, но никакой контроль не сможет полностью обеспечить исполнение всех мер. Поэтому я говорю, что эти две недели – это время нашей гражданской ответственности. Потому что либо мы эту ситуацию переломим, либо ситуация будет ухудшаться, и тогда последствия и для бизнеса, и для здоровья будут гораздо хуже. Две недели, две недели напречься и сделать лучше, или с непонятными перспективами, временными и другими, жить с этим ковидом, выбирать самим. Резервы коечного фонда все-таки есть, хотя бы минимальные? Мы каждый день дополнительно разворачиваемся, занимаем самые экзотичные места. Сегодня мы сейчас переселяем онкобольных, которые получают химиотерапию в амбулаторный режим, без потери качества для них. Но их помещение, которое было, переводим тоже под ковидный стационар. Изыскием все варианты, безусловно, мы будем искать и дальше. Но с каждым днем все более сложно сделать. Повторюсь, мы уже ГСР заполнили полностью. То есть мы все места, какие только можно было, заполнили. И с учетом того, насколько вирус заразный, насколько он отличается от прошлогоднего, и в том числе и по возрастной категории, по социальной, то есть все работающие, не работающие, дети, беременные, подростки, молодежь, старшее поколение, заболевают все. Если, грубо говоря, в прошлом году компания 20 человек, один больной, заболеет 2-3 рядом с ним стоящих, то сейчас заболеют 10-15. Поэтому нам нужно сейчас сбить эту ситуацию, и это можно сделать только совместными, ответственными действиями. Все сидим дома. Дети сидят дома, взрослые сидят дома, старшее поколение сидит дома. Просто сидим дома. Крупные заводы тоже закроют для работы, такие как авиазавод, приборостроительные? У кого есть непрерывные циклы, они будут продолжены. То, что не относится к непрерывным циклам, в том числе на этих заводах, будет перестановлено. Как будет поддерживаться малый и средний бизнес? Все-таки определены меры поддержки? По тем, повторюсь, которые уже попали под закрытие ранее принятыми решениями, там будет субсидия на заработную плату персоналу, повторюсь, в размере федеральной ставки МРОД, с учетом начислений, то есть плюс там еще 30% сверху. По тем предприятиям, которые сейчас попадают, кто-то торгует на вынос и так далее. То есть там не прямой порядок счета, но поддержка тоже будет, в том числе просто прямыми деньгами. И отсрочками платежей, отсрочками по налогам, по нашим региональным отсрочкам, по кредитам, которые выданы нашим фондам, гарантийным фондам республики и нашими институтами поддержки. Также мы сейчас работаем с банками, чтобы банки шли на отсрочку выплат по кредитам. Ну то есть мы сейчас все возможные меры будем пытаться применить для того, чтобы поддержать бизнес. Но две недели это не критично. То есть если в прошлом году закрытие было там на месяце, в первую волну, то сейчас мы говорим про две недели, мы уже умеем с этим вирусом бороться. Но нам нужно помочь нашей системе здравоохранения переломить ситуацию. Давайте мы просто посидим по домам, не будем между собой общаться, детей не будем выпускать, потому что дети тоже приносят домой и это расходится как лесной пожар. Поэтому две недели ответственного домашнего времяпровождения. А вот на эти две недели общественный транспорт как будет работать? В полном объеме количество транспорта не будет уменьшаться ни на один автобус, чтобы те, кто едет на непрерывные производства, ехали тоже с максимальной разобщенностью. В связи с тем, что у транспортников падают доходы, расходы сохраняются, им тоже будет оказана дополнительная помощь. Кислород, есть ли проблемы с кислородом? Проблемы есть. Сегодня у нас сейчас дополнительные закупки и кислородных концентраторов, и сейчас у нас министр промышленности в Красноярске сегодня заключает договор дополнительной поставки кислорода. То есть мы напряженно идем, но я думаю, что в ближайшие три дня проблема с кислородом будет полностью решена. Мы сейчас тратим порядка 20 тонн кислорода в сутки, тонн жиджида кислорода в сутки. В медработнике была новость, что будут просить прямо в Минздрава России дополнительные силы из других регионов? Мы уже попросили, и нам Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет дополнительную помощь в виде специалистов, врачей. Алексей, с вами будет повсеместное ношение масок, потому что на улице будет? Да, будет. Ношение масок везде, в том числе на улице. Повсеместное ношение масок. Подытоживающий комментарий. Человек просто идет на улице. Может ли он попасть под административную ответственность? И еще раз ваше обращение к сознательности. Если он идет без маски, попадет под административную ответственность. Еще раз, уважаемые земляки, чтобы помочь нашим медикам, нашим врачам спасать ваше здоровье и жизнь, чтобы не допустить ухудшения ситуации такой, когда бизнес закроется глубоко и надолго, чтобы переломить ситуацию. И начать все-таки больше выздоравливать, чем заболевать. Прошу всех. Две недели. Посидеть дома. Самим. Пусть родители сидят. Не ездите к родственникам. Не ездите к друзьям. Сидите дома. Не выпускайте детей на улицу. Пусть тоже посидят дома. Это две недели. Давайте мы переломим ситуацию. Полумеры не помогают. Полумеры – это только оттягивание. Давайте мы этими жесткими мерами, но быстро и резко улучшим ситуацию. Вместе справимся.